За нашу группу прославления. За нашу группу прославления. Благодаря на нашу группу хвалы. На этом престоле приходит сам Бог. Хочу поделиться сегодня одной забавной историей. Мы, как всегда, по воскресеньям с Наташей выходим, чистим здесь все. Готовим церковь. Метем. Потом поливаем. Потом воду сметаем. И вот моя последняя функция. Я с крыши беру шланг. Кстати, у нас недавно отремонтировали крышу. Сложили хорошее покрытие. Чтобы крыша не текла. И вот я с этой крыши так поливаю шлангом. С первого верхнюю площадку так полил. Потом Наташа попросила, чтобы я там лесенку здесь полил вот так сверху. Ну и, в принципе, дальше я уже пошел сам там, полил вот эту площадку сверху, с крыши. И на Татак Трылнах сам да поливам первого площадка. Потом перешел он к там кусту. После минах к храста. Я его назвал куст Моисея. Потому что вот он прямо сейчас горит. Цветет таким красным. Как будто он горит, как куст Моисея. Полил мое любимое дерево Магнолия. И поливаю вот эту площадку уже. И моя цель там как бы круг замкнуть и выключить воду и сложить шланг. И мой это цель достигнет у края там. И сключим аркуча. Уже поливаю яблоньо и грушу. Поливам крушата и яблоката. И тут замечаю нашу собаку. И из-за того, что забелязываем кучи туни. Но первый раз я так при ней поливаю эту площадку. За прв под поливам пред него площадката. А у Альфа глаза вот такие вот широкие. Пока Альфа учите ему на право соутвориха. Первый раз он увидел меня на крыше. За прв под меня видя на покрива. И что вода вот так льется. И числе и такая вода от горе. И у него глаза раза в четыре больше, чем мои. И я прямо в этих глазах увидел такой инсайт, значит, озарение. Прямо вот так он смотрит на меня. Я мысли его прочитал. Вот оказывается, кто землю дождем поливает. Вот оказывается, кто недавно меня всю ночь водой поливал. И так я вот этим утром оказался хотя бы для одной твари, для одной сущности. И по той же начинке, мне тази сутринь заедна тварь со указах. Оказался вместо Бога. Вместо Бога. Как Моисей для Аарона. Как Моисей за Аарон. Вот. И я сейчас больше о том, что вот собака удивилась мне, да, что вдруг осознал, что я, оказывается, поливаю дождями. Ну, а у нас-то настоящий Бог, правда? У нас-то Бог, который действительно дает дожди. И добрым, и злым. Аминь. Вот только нам дождь поливает. На нас не сеструва или искамя, само на нас да не дава дождь. А кто в нашем представлении плохие, им не надо дождя. Но наш Бог, Он какой? Он многомилостливый. Той многомилостив. Все милосердный. Все милосерден. И долготерпелив. И написано, долготерпение Божие. И пишите долготерпението на Господь. Почитайте за спасение. Скажи аминь. Скажите аминь. Я сегодня приготовил подарок. И днес подготовил подарок. У нас это стало такой, надеюсь, что хорошей традицией. Для нас это стало такой, надеюсь, что хорошей традицией. Для нас это так, не такой уж, как бы так сказать, праздник христианский. За нас в Тване много христианских праздников. Ну, Роза Люксембург. Роза Люксембург. Клара Цепкин, да. Клара Цепкин. Вот, когда-то вот делали такую прокламацию. Я больше его так называю еврейским праздником. Ну, мы тоже евреи по духу. Когда-то я написал Оду. Я назвал ее Ода Женщине. И призыв братьям. Если Аня ты сможешь перевести в стихотворной форме. Нет. На болгарский язык. Я буду очень благодарен. Ну, тогда я прочту только на русском. Подарок нашим сестрам во Христе Иисусе. Стихи от пастора Геннадия. Посвящено моей супруге Наталье Сахаровой, сестре Наталье Ли, дочери Анини Плешу, и сестрам Варнинской церкви на скале, и всем другим молитвенным женщинам. Написано 23 ноября 2014 года. Это правда моей стихи. Ну, я могу так сказать. Я недавно одной сестре Наталье отвечал. Говорю, ну, вот вы там такой талантливый. Я пишу, что, в принципе, стихи писать просто. Нужно просто иметь хороший слух. Просто слышишь голос Святого Духа и просто сидишь и записываешь. И все. Ну, я читал этот стих, эту оду уже два раза. И сегодня я прочитаю, я решил так, что я прочитаю ее последний раз, потому что, ну, сколько можно, да, уже. Вот, да, женщине и призыв братьям. Только женщина может быть столь посвященной тем, кого искренно любит она. Только женщина может быть столь растворенной в том, в кого окунулась сполна. Ради брата погибнет, ради сына умрет, ради Бога воскреснет и снова пойдет. Свою жизнь положит заради отца, чтобы мужа спасти, пойдет до конца. И сегодня она не коня остановит, не в горящий избы лишь ходит она. В наше смутное время по минному полю ходит мама, сестра, чья-то дочь и жена. Чтоб спасти и помочь в этом мраке в ночи, Женский вопль, родной, потерпи, не кричи. Я иду, я спасу и водой напою, твои раны омой и песню спою. А когда твоя боль поутихнет, сойдет с поля минного там, где никто не пройдет, Я пройду, я смогу, я тебя донесу, на себе, дорогой, я тебя унесу. В посвящении мужу, который остыл, в посвящении сыну, который забыл, Ты не спишь по ночам, и ты молишься Богу о спасении своих, чтобы дал им подмогу. И в служении этом, сгорая дотла, ты родных своих защищаешь от зла. И сражая за них в этой яростной брани, очень часто стоишь на опасной ты грани. Призыв мужчине. Нам, мужам, нетипична такая взаимность, чтобы за женщин идти, умирать, погибать. Все свалили на жены, сидим и боимся, все по нормам своим, хотя время бы встать. Встать за мать, за сестру и за дочь, за невесту. Встать в молитве пред Богом за нравы, мораль. Встать в проломе за семьи и дружно, и вместе понести на плечах наших жен прямо в рай. Но когда, наконец, мы, мужчины, поймем то, что жены нам лишь показали дорогу, как жена служит мужу и ночью и днем, так и мы же, когда посвятим себя Богу. Отче наш, вразуми научи, дай поднять нам то бремя и знамя. Бремя то, чтобы крест за тобою нести. Знамя то, чтобы горело за нас пламя. Знамя то, чтобы горело в нас пламя. Пламя очи любви и служения всем, что горит у тебя в доме вечно. Пусть пылает в сердцах твоих божьих мужей, с них елей пусть течет бесконечно. Ведь завет давно, над женой стоит муж, а над мужем же всяким Иисус. А Христу глава Бог, Он для наших же душ дал источник, к Нему поспешим. Он источник любви для наших же душ, Он есть дверь, к Нему поспешим. «Через все времена для земли в трудный час подкрепляли нас жены в молитве. Так и в этот же час призывает Бог нас, поднимись на духовную битву. Так и в этот же час призывает Бог нас, поднимись на духовную битву». Будьте благословены, наши возлюбленные сестры, мамы, дочери, внучки, бабушки. Мы вас очень любим и мы вас очень почитаем, потому что вы для нас действительно очень ценные. Если бы не вы, то мы бы, я думаю, что многие из нас, братьев, давно бы и не жили. И вашими молитвами, так сказать, будьте благословены. И мы хотим в этот день поздравить вас, как мы это делаем каждый год в нашей поместной церкви. Поздравить вас вот этими прекрасными розами в знак уважения, в знак любви. Вот самый такой обаятельный парень. Павел, который любит вас всех. Артем, наши благословенные братья. Аллилуйя. Давайте мы за деток помолимся. Детки, приходите сюда. Сестры, вам нравятся цветы? Вы чувствуете любовь отца? Наша любовь. Это какие-то особенные розы. Я даже не знаю, где братья их искали, нашли. Какие-то они... Пастор Андрей, как они называются? Где пастор Андрей? Пастор, Роман, ты знаешь, как эти розы называются? Делаем. Абички. О, Абичка, он ждет. Руку тянет. Давайте мы помолимся за наших деточек, за нашу Абичку такую прекрасную. Правда, прекрасный цветок пришел на землю. Златочке сегодня день рождения.